А дождь красит свет, забывай про покой, и голос в темноте зовёт слава живой. Интересно, не будет ли это иметь каких-то последствий? Может, надо запомнить эту надпись? Вдруг, блядь, вызовут на допрос, спросят, а что написано на часах на вашей кухне? Спросили же, во что был ребёнок одет. Родители вернулись из церкви, но детей уже не было. Они искали и звали их, рыдали и молились, но всё было тщетно. Их не нашли. Значит, плохо молились, блядь, потому что когда тяжело, Бог помогает. Вот если ты искренне молишься, правильно делаешь. Всегда помогает. И на передаче у Малахова, я уверен, что тысяча свидетелей придёт и подтвердят, что да. Потому что если сказать, что нет, видеоблогеры могут подать в суд. Поэтому я считаю, что Бог им не помог, только потому что они плохо молились. Надо пойти и выяснить, что это за квитанция, и что всё это значит. Да, что за квитанция. Самое время пойти выяснить. Давай на улицу к толпе, которая хочет тебя растерзать, обратимся. А вот видите, можно специально посмотреть на эти часы. Я сразу обратил внимание, что на них есть какая-то надпись. Не знаю, как она переводится. Но виллы с токолёса. А что второе, блядь, вообще не понял. Опа. По переулочку с дриснем. Тупые репортеры не догадались взять под наблюдение наш задний двор. Кстати, где-то у меня тут же был дом. А, ну я же переехал, да, после того, как мы развелись, конечно же. Видимо, это бедный район. Никто не может позволить здесь себе даже мексиканского садовника какого-нибудь с блохами, блядь, чтобы он навёл порядок на этих лужайках. Посмотреть всё, в каком засранном состоянии. Американские 90-е, наверное. Так мне, что, сюда идти или или было бы верняку, ведь через два забора, наверное, перебраться. Тут они могут спалить. Тачка-то моя. Может пойти у них спросить, кого они ждут? Дебилы. Смотри, что... Давай мы узнаем, что хоть. А, чёрт! Я же не знаю, что вам ответить на ваши идиотские вопросы. Без поворотника повернул штраф тебе. Я тебя снял на видео, пиздати. Мне кажется, что я эту миссию полностью не выполнил. Что-то она быстро как-то прошла. Сейчас, мне кажется, уже другого персонажа дадут. То есть мне этого персонажа дали, получается, на минуту... А, нет, смотрите-ка. Так, вот я какого-то краба. А! Это ангел. А было больше похоже на то, что это рачья клешня. Что, как бы... Киндер-хейтер прислал ему. Это как знак того, что рак ты, сука. А не родитель. Головной герой постоянно прёт с чего-то. Непонятно с чего. Я должен пройти туда сквозь толпу. Ну, это, блядь, не самое сложное задание. Вот в московском метро в час пик иди, там пройди через толпу. Во второй части Баттлфилда, помню, через толпу классно прошли 4 чувака с пулеметами. Слишком много людей. Слишком много людей. А, да ты, блядь, социопат. Или социофоб. Надо потряхивать джойстик. Но это, блядь, самое элементарное. У меня хронически, блядь, уже руки трясутся. Я, 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 я... О, R1, R1. О, блядь. Я нажал, что? А, подержать надо было? Ёпт твою мать. Я сижу, просто нервничаю, как бы не зафейлить, не зафейлить героя. Поэтому сижу, мне тут трясусь прям. О, R1 подержать сейчас. R1 подержать. Что, неужели никто не видит, что, блядь, человеку плохо? И в районе члена джойстиком понаяривать. Видите, там всё правильно. В правильных местах нарисовали кнопки. Всё, отлично. Мы прошли через толпу. А с чего у него, блядь, с толпами-то? Он же бегал за ребёнком нормально, по толпам ничего. Может, он после этого толпы боится. Опа-на. И тут у него обнаружилась сверхспособность. Да ладно. Смотри-ка. Может, кому-нибудь попробуем? Папа, где ты? Джейстик так потряхивается так. Может, их нельзя задевать? Ну, это так прикольно, смотрите. Эй, бабка. Бум. Вот с этой камерой-то поудобней. Потом сейчас скажут, что нападал, блядь, на людей. Бегал. Джейстик! Мне кажется, что нельзя людей задевать. Сказал я и тут же ёбнул ещё двоих. Джейстик! 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 Папа! И где он? Я, кажется, понял, где взяли идею для Life is Strange. Про то, что у тёлки есть там какая-то способность время перематывать. Игра практически полностью про диалоги. Единственное, что Heavy Rain не выходил эпизодами, я думаю. Тогда ещё этой хуйни не придумали, я дебильный. Да, управление. Тут не то, что управление плохое, тут камера плохая. Ряд 18, ячейка номер 3. Всё, можно отпустить? Господи, негр грусти! На скольких работах ты работаешь, чтобы кормить свою многонегритянскую семью? Капец, он и полицейский, и в камере хранения он работает. Ряд 18, ячейка 3. Тринадцать, одиннадцать. Атмосферно. Вон оно, 18. Ячейка, раз, два, три. Я понял, что надо аккуратно нажимать. О, он прислал мне ботинок. А, наверное, сейчас ему тоже ящерку какую-нибудь за ригами прислали. Сейчас он в обморок ёбнется, и это будет конец головы из-за него. Деньги или героин? Деньги или героин? Деньги, что там, героин или деньги? Лучше сразу деньги. Странно, персонажа я не поменял, но почему-то загрузка. О чём он думает? Коробка в ячейке, что может быть внутри? Так ты открыл бы, блядь, сразу посмотрел, долбоёб, блядь. Как связана эта коробка с исчезновением Шона? А об этом уже, блядь, в полиции пусть думают. Ты-то хули. Взял номер в первом попавшемся мотеле. Отлично, давай шлюхе позвоним теперь. Неужели это я положил в ячейку эту коробку? Не помню. У нас хотя бы будет алиби. Надо открыть коробку и посмотреть, что в ней. Здравая мысль. А там открывает, а там, короче, записка. Если там не придёшь туда-то, туда-то, твой сын умрёт через полчаса. А прошло, блядь, уже часов пять. Ёпта, мить. Это не дизерт и говно, тоже неплохо. Камера пять пикселей, ебта нах. Нихуя себе, какая у тебя модная Моторола. Эрегами с циферками. Карта памяти. Нокия. Там, по-моему, даже написано Нокия. Так, ну чё, конечно, ствол давай проверим, заряжен ли. Может, пострелять дадут в этой игре, ещё хер его знает. Чё-то есть вроде. Наверное, газовый. Ну, чё удивляться. В Америке пистолеты в ларьке продают. Мы же все знаем. Ну, чё это, блядь, задрэйдл. Готовы ли вы проявить смелость ради спасения сына? Гараж и парковка Джо. 49.88. Рузвельт-авенео Лексингтон. 49.88. 88. Хм, это секретное обозначение СС. Наверное, его украли скинхеды. Нокия, по-моему, это, блядь, Нокия. Какая-то. Нет, это Optical. Чё там написано, ни хера не представлять. Loading Video. А, его дождевой водой топит. Вот почему показывают, сука, сколько миллиметров осадков выпало. О, господи! На что вы готовы пойти ради того, кто вам дорог? Пять фигурок оригами. Каждая фигурка испытания. Награда за каждое буквы. Из букв сложится адрес. Охуенно. Подожди, а тому, блядь, еврею из магазина тоже ящерку прислали. Неужели он её не развернул? Он... То есть, этот мастер оригами всем давал шанс спасти своих детей, но, блядь, никто этого не делал? Или что? Так, а взял бы, блядь, с собой. Может, адреса-то рядом. Я решительно выступаю за то, что главный герой игры долбоёб. Или он тут чё, блядь? Так-так, в мотеле я сделаю себе штаб-квартиру. Сейчас я выйду, блядь, расследовать дело. Вот сначала первый зацепк, вторая зацепка. На руках у главного героя, который просирает детей, улик куда больше, чем у... ФБРовца. Убийца Белый, возраст 30-45 лет. Действует обдуманно, очень методично планирует свои преступления. Он не питает личной ненависти к жертвам, и, желая как бы обезличить их, залепляет им лица грязью. Зачем убивать, не испытывая личной ненависти? Жертва для него это образ, символ. Похоже, фигурки оригами и орхидеи это подарки, попытка загладить свою вину. Подарки. Очень интересно. И что из этого слегает? Я создаю психологический портрет убийцы, чтобы понять, кого мы ищем. Сделай вы это раньше, помощь ФБР могла бы не понадобиться. Чему вас учат на курсах охранников, блядь? Вот что привлекло мое внимание. Время от объявления жертвы в розыск до обнаружения тела составляет от трех до пяти дней. Но в эти дни всегда выпадает около шести дюймов осадков. Ну и что нам с того? Все жертвы тонут в дождевой воде. Убийца действует осенью, когда часто идет дождь. Он помещает их в какой-то колодец или бак под открытым небом, и его заливает дождь. И чем он сильнее, тем меньше шансов у жертвы выжить. Затем я попытался определить область действия убийцы. Обычно первое убийство происходит рядом с домом. Как этого перекосило, да? Чтобы сбежать не забазное место при любых осложнениях. Чем увереннее убийца, тем дальше он отходит от базы. Проведя анализ мест, из которых исчезали дети... Ему по кайфу, что ему проектор в глаза ебашит. И какова же площадь этой зоны? Размер обздыру твоей мамаши, придурок. А, круто. В этой зоне живет тысяч десять людей. Ну это проблемы твоей мамки уже, блядь. Новые данные позволят сузить эту зону. Мы сравним ее со списком подозреваемых и найдем убийцу. И что же дальше? Че, пизды ему дадим, наверное, я не знаю. Че дальше, блядь. По ситуации. Я хочу их допросить. Черт, подери. Мы теряем время на чушь. Убийца на свободе. Хорош сидеть на заднице. Надо найти его. Сказал он, сидя на заднице. Блейк, как же вы меня задолбали уже? Сколько вы его ищете? Два года? А результаты, ммм, их нет. Ни хрена вы не нашли. Думаешь, твой сраный диплом и выпендрежные очки помогут отыскать убийцу? Вот что я тебе скажу, приятель. Ни хрена они тебе не помогут в деле. Они друг другу... Ни хрена бюрократ. Друг другу одни и те же предъявы выдвигают. Ни хрена, ни хрена, ни хрена. Мое дело найти убийцу. Именно этим я и займусь. С вами или без вас. Ты засранец. Чё? Хватит! Верри из субординашн с мазапака. Значит, шартовы погибают при шести дюймах осадков. Сколько у нас есть времени? Ну, если... Если прогноз правильный, то меньше трех суток. Вызывайте авиацию, пусть, блядь, облака разгоняют. На самом деле, блядь, интересно. Вот в начале вот игра, она вот прям вот вообще не цепляет. Вот начало у игры странное. Ходишь там по дому, чё-то, блядь, тарелки ищешь. Это всё хуйня. А вот сейчас уже... Сейчас уже интересно прям. Похоже на, блядь, нормальный триллер киношный. Старый, добрый. Вот как раньше были. Пила там всякая. Вот это вот. Помните? С Анжелиной Джоли, где она там полицейского играла. Где руки заставляли отпилить трупу. Угадайте, у кого из двух копов яйца. Кто сегодня злой коп, кто хороший. Нихуя у тебя панчлайны заходят. В стендапе-то себя не пробовал. На ютубе можно подняться на такой шутке. А, наверное, тут живёт, блядь, местный игумен. Похоже на Маниэль Биллиамс весьма религиозен. Да, я прям вот сейчас крещусь. Вот крещусь. Потому что я, ну, вижу крест, я всегда крещусь и говорю, отче, там, это, ты давай там, всё нормально. Потому что я верующий. А вот тот, который не верующий, там сейчас адвокат того видеоблогера, не верующего, иностранного апелляцию подаёт. Поэтому я уговорили, я уверовал. Здесь живёт местный, наверное, владыка. Хотя какой местный? Это дача владыки из Рязани. Russian Federation. Что там написано? Твоими пастырями будем мы во имя твоих, Господи. Сила изошла из твоих рук, наши ноги быстро твоё слово несут. И прямо к тебе пусть потечёт река. И что ты осматриваешь? Картины, книжки, блядь. Да. Этот верующий, видимо, срач грехом не считает. Опачки. Опачки. Да тут, походу, православный мед варили. О боже. Ух ты, ебать. Ты ему все двери расхуярить решил? Ну ладно, продолжай, не буду тебе мешать. Даже не пошёл смотреть. Ёбнул такой, ну и ладно. Ну, ещё таблетки от кашля. Вик-1 всякий. Богоугодный православный мед. Судя по размеру постели, мед варил по спорту, блядь. И спорт бояр. Смотрите, какая маленькая, какой коротенький матрас. Чё, давай уж по золоту тогда со скребём, раз пришли, ну. Holy Bible. Old Just Mint. Старый Завет, да? Ветхий Завет, наверное. И как там? New International Version. Библия новая версия. Там Иисус чёрный, наверное, уже. Holy Diver. Опа. Кристиан Бэйл. Времён съёмок в этом, в механике или где, как там называлось. В машинисте, в машинисте, смотрите. И вовремя, Натаниэль. Дрещовый Кристиан Бэйл. У нас православная ФБР. Ты тут на нас, тут свою, блядь. Мулитву-то не раззевай. Свой рот молитвенный-то не раззевай. И он тебе хлеб носущный, наверное, посылает. Где вы были в прошлый вторник вечером? Молился, наверное, да? Здесь. Ну да. Я был здесь, я молился. Весь день. Самобичевание практикуете? С вами кто-нибудь был? Нет. Нет, Иисус не пришёл. Опять не пришёл. Ты слышишь голоса, Натаниэль? Что они тебе говорят? Мы знаем, кто говорит с тобой, Натаниэль. Мы оба это знаем. Да, они говорят, не пробил. Рикошет. Нет эффекта. Его имя. Что он говорит, Натаниэль? Что вы делаете? Не могу говорить об этом. Не смей говорить об этом. Блэйк не обращает на меня внимания. Он посылает за новой жертвой, так? И всё новой и новой. Нет. Нет. Не говори о нём. Он придёт сюда. Он отправил тебя за мальчиком в парк. Всю ночь тебя терзали голоса. Хотелось, чтобы они умолкли. Так, Натаниэль? Нет. Нет. Не надо. Я буду тоже вокруг него ходить, только против часовой стрелки, чтобы он не... Я желаю, чтобы они умолкли. Ты похитил и утопил мальчика. Так было? Нет. Чтобы он не проблевался. Нет. Молчи. Молчи. Ты убийца, не так ли, Натаниэль? Оно, признавайся, ублюдок! Ты, антихрист. Брось пистолетом, дно. Отправляйся к отцу, живат. Он сам сатана. Он явился, дабы погубить нас. Ха, сам стреляй, нахуй. Эээ, спокойно, мы не желаем тебе зла. Брось пистолет. Медленно клади пистолет на пол. Ноль эмоций. Он сейчас себя застрелит, мне кажется. Ты знаешь, что просил вызов посланцу небес. Ты познаешь силу божию. Я уговорил. Я убил его. Аминь. Да. Похоже на то. Скучать не буду. Накал молитвы достиг своего пика, как бы я решил православно выстрелить, скажу так. Блять, так интересно. А что было бы, если бы он завалил, наверное, детектива до этого, второго, бородатого? Вот, казалось бы, игру можно интересно пройти только раз, по сути. Узнаешь там, кто в конце там, кто чего. Но интересно также посмотреть, какие могут быть альтернативные решения. Я думаю, что есть такие люди, которые игру прошли раз по двадцать. У нее явно есть куча фанатов, которые на форуме потом обтирали, блять, каждый нюансик этой сюжетной бомбы. Если уж там собираются в кружки пообсуждать Дарк Соус и Бладборн, здесь сюжет, извините, чисто домыслы. То здесь, я думаю, что это просто игровой Твин Пикс. Или как там, игровое молчание ягнят. Ну, пора въебать по двери с ноги. А, ну да, ты же частный детектив, ты не имеешь законной власти. Скорее всего, у тебя даже... Не, ну, пистолет-то у тебя в Америке всякое есть. Там у каждой бабушки есть по пистолету. Но вламывался в дома. Там в Америке даже полиция без ордера, наверное, не может потом... Потом как-то демократично выебут за это. А уж частный детектив так вообще... Опа-на. Все кончено, я больше не могу. Позаботьтесь о моем ребенке. А где-то тут вешается, наверное. Печеньки, пивко, понятно. Где еще комната какая-нибудь? Может, еще не поздно? Ваня, наверное, вскрылась. Миссис Болс! Миссис Болс, вы здесь? Как Ван Дамм. Покажи ты двери удар Дин Мак. Дыхание дракона, вот оно! Вскрылась сучка в натуре. Надо ее, блядь, потрясти. Может, она спит? Может, она спит в томатной пасте? Хуй знает, как они там омолаживанием занимаются. Нет, это ебучее кровопускание. Блядь, это ты вообще... Что это за сука? Че ей не живется? Кто ее-то трогает? А, че, а вену ей, блядь, хотя бы изолентой бы залепил. Подожди, ты рано стонать начинаешь. Прибережем это на сцену благодарность. Смотрите, у нее все руки покоцаны. Я что-то не понял, ты вены вскрыла, блядь, или во время бритья порезалась? Че за хуйня? Какая, какая я перевяжу рану? Ебать она, слушай. Вообще, смотрите, какая стремная баба. Нарколыга по любасу. А, она синеболит. Синеболит же. Че она сказала? Думаю, в ванной должны быть бинты. Ага. У меня с поиском бинтов разные проблемы. Так, мне нужно это, это, и это. Лейкопластырь. Вену лейкопластырем залепим, да и хуй с ней. Заживет, Дэн. Алкаши вообще быстро заживают. Я помогу вам, Сьюзан. Все будет хорошо. Я позабочусь. Так, у меня нет... Блядь, право на ошибку, сука. Держитесь, Сьюзан. Сьюзан. Вы слышите? Сьюзан, смотрите на меня. Вы слышите? Так себе. Пока сойдет. Вот я подержал ее. Подержал ее. Ватку ей приложил к ранке. Молитовку почитал-то. Посидел святую. Все. Заживает, как на собаке. Вот чудотворный православный пластырь. Повязка наложена. Кровь должна остановиться. С божьей помощью. Хорошо, что раны неглубокие. Слава Иисусу. Ну? Как себя чувствуете? Нормально? Ребенок. Хули у нее кариес на всех зубах? Нет, так дочки. Что они, что, и зубы не нарисовали, что ли? Что-то не понял. Ну, хорошо. Вы полежите, я позабочусь о ребенке. Ладно? Слушай, чувак. Если бы это была лошадь, я бы ее пристрелил. Умеете. Справитесь с ребенком. Ты охуела? Я с твоей, блядь, вены порезанной справился. Я умею делать все. Ну, я детей и делать умею, блядь. И успокаивать их умею. Чуть, блядь. Ее зовут Эмили. Да, ей похуй, как ее зовут. В 4 года ей расскажешь. И во сколько там они, блядь, лопотать начинают. Что там надо? Коляску, наверное, потрясти надо. В любой ситуации, когда ребенок орет, надо трясти коляску. Ой, ладно тебе. В этой субстанции он и родился. Ему привычно. Блядь, если меня бесит, как кошки мяукают, то уж как ребенок орет, я, наверное, блядь, точно никогда не выдержу. Обосралась, по-любому. Блядь, я, что ли, опять? Ну, это слишком. Слушай, Эмили, я, блин, был рад помочь твоей мамаши. Это дело тоже не шибко приятное. Но уж в твоем говне возиться, извини. Придется полежать обосраны. Нет. Хуя лысого я бы стал, чего-то ребенка реально. Во-первых, говорят, что это сложно. Во-вторых, да манал я. Дурацкая процедура. Этим должны заниматься женщины. Они с детства там играют. Дочки-матери, блядь, кукол пеленают. Ну, наш детектив откуда-то, блядь, имеет и пеленки поменять. Угу, сказала Эмили. Эй, что такое? Мы же вроде все уловили. А теперь обоссалась, блядь. Переодевай еще раз. Нет? Что ей надо, блядь? Может, она голодная? Эх, хрен или собачьего. Пивка ей дать? Или тут что-то есть? Орешков. Орешек будешь сосать Эмили? Я же не пойду доить твою мамашу, блядь. Хультинат. Так, мамаша надоила себя перед тем, как пойти в ванну и полежать, блядь, расслабиться. Сначала надо чего? Что он делает? Греет. Хуей, специальная грелка для молока. Ну, конечно. Я знаю, почему ты плачешь сокровища. Мама Скотти сейчас все уладит. Хе-хе, мама Скотти. А вот и второй стендапер, блядь. Мама Скотти. Получается, если бы моего, вот этого детектива застрелили в магазине, сейчас бы ее мать померла в ванне, а ребенок умер бы с голоду? Вот это последствия. Погоди. Я наклоню бутылочку, чтобы ты не захлебнулась, ладно? А, блядь, хватит, сюсюк. Что там надо? Потрясти? А, подержать. Ну да. Потрясти было бы круче. Быстрее бы поела. Давай, сдави бутылку. Надави, я уверен, она может пить быстрее. Не, нормально, она выцедила саре. Она сама с эту бутылку размером, куда в нее, блядь, столько влезла? Че это было за звук? Молоко, видать, устаканивается. Че, блядь? А, похлопать надо. Она сблеванула тебе на... Теперь ты довольна, да? А, дети после... Дети, потому что не умеют жрать, они сблевывают лишнее после еды, что ли? Как эта херня работает? О, боже. А мы налево, мы направо, на воздушной льдине, как на бригантине. Ебаный в рот, мимо положу. Нет, нормально. Да еб твою мать! Да замотай ей рот чем-нибудь, пусть просто помолчит, пока мы допросим ее маму и уйдем. Это не наше дело. Нехуй рожать, от кого попало. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама бухать перестает. Да ебаный... Да что ж ты, блядь? Ведь так не бывает на свете. Да еб твою мать! Чтобы, сука, не засыпали дети. В реале, мне кажется, проще ребенка на руках качать, чем этой х... Аккуратно, бережно. Крылья бабочки, попка младенца, все. Красавчик. А теперь, главное, чтобы половицы не скрипели. Третий раз я ее не буду убаю... Третий раз я ее, блядь, ударом убаюкаю. Я перду пердил. Ну, что, мамаша там на второй заход не пошла? Спасибо, что помогли с дочкой. Я не хотела ее бросать. Я просто отчаялась. Я не могу жить без Джереми. Кларксона, что ли? Он был таким славным. Ну да, без него Табгир вообще не тот. Не представляю, кто мог его убить. А, другой Джереми. Вы что же, растите ребенка одна? Разве отец Джереми с вами не живет? Преподобный отец Джереми. Отец Джереми пропал после Джереми. Я не знаю, что на него нашло. Может, он не вынес ударом. С тех пор мы с Эмили остались совсем одни. Господи, не смотрите ей в рот. Я просто больше не могу. Советую не смотреть, не пытаться разглядеть, что там ей нарисовали за хуйню. А муж ничего не сказал вам, прежде чем уйти? Не оставил никакой записки? Ну, типа той, которую сегодня настрочила ты. Не было никаких записок. Ну, он, видимо, еще, блядь, еще лучше. Нихуя вас парочка. Только какой-то мобильник. Мобильник? Да, я нашла телефон в его ящике. Он точно не его, я бы заметила. А он какой-то шлюхи. Не стал исключить, но он не работает. А может, просто ты, блядь, включать не умеешь? Да, он... Он в ящике. В гостиной. Возьмите, если вам нужен. Мне от него уж точно никакого проку. Да. Никто из ваших родных не может помочь? Ну, моя мать. Мне кажется, что... Я бы не хотела просить ее. Для кормящей матери она слишком плоская. Но, видимо, придется. Берегите себя. И Эмили. Да, я обещаю. Кстати, по-моему... По-моему, он ей повязку не с той стороны на руке сделал. Блядь, никто с внешней стороны руки, блядь, вены не вскрывает. И там, где у нее порезы, там тоже, по-моему, не вены нихуя. Нам веселые будни у этого копа. И медаль за это никто не даст. Так. А это снова самый тяжелый квест. Надо снова найти что-то в гостиной. Ага, вот она. Но это точно мотороллер. Может, моторолк, хоть с чем спутаешь. А может, опять. Нокия-кать. Че, ее перевернуть надо? Пока, Эмили. Позаботься о манре. Пуговица такая растянутая. Текстура пуговицы, блядь. Ха-ха, сука. Поплыва. Ну, че, я вообще, вообще, просто царски прохожу эти миссии. Блядь, тачка у него просто огонь. Помню, в каком-то фильме Сталлоне в такой ездил. Че, еще что-то надо было сделать, что-то? Че, он их так посмотрел, как будто в последний раз в жизни. Мне интересно, какое ко всей этой истории имеет отношение, вот этот детектив. Ладно, этот потерял ребенка, ФБРС ищет ребенка. Детектив-то хер ли тут ползает. Причем детектив, у детектива самые такие задания какие-то боевые прямо. Вот он, блядь, постоянно с кем-то бьется, дерется, спасает, блядь. Но за мужика, походу, сюжет самый интересный. Он же сейчас пойдет, блядь, квесты какие-то выполнять там. По адресам. Сити, городской гараж, центральный. Сервис здесь. Ох, помню, я в игре каратель, можно было так вот опустить грузовичок на одного НПС. О, я уверен, что в такой графике это смотрелось бы неплохо. Где кнопка? Простите. Эй! Хрен ослиный. Ха, пардон, не слышал. Чем я могу вам помочь? Ну, судя по твоим глазам, ты знаешь, где можно найти въебать чего-нибудь. Я пришел забрать машину. Забрать машину я пришел? Че? Ух ты, а вы парень неторопливый, ей-богу. И тачка стоит тут уже два года. Ёп твою мать. Мы исправно выгуливали ее каждый месяц. Шины, аккумулятор, все в полном порядке. Я за стоянку, надеюсь, платить не должен? Вот. Спускайтесь на третий уровень. Лифты находятся в глубине гаража. Третий уровень. Спасибо. Нихуя себе. Кстати, знатная у вас тачка, шеф. Да, ты жену мою не видел. Это в натуре городская парковка получается какая-то. Сити-центр, как они сказали. Трехуровневый. О, бля. Вот это, смотрите, тачка золотая. Как у Тимоти. Вау. Знатная у вас тачка, говорит? Ну, делаем ставки. Интересно, че там за ландо? О, может, Крузак, может, Икс-пятый. Что тогда было в моде, когда эту игру сделали? Мне кажется, тогда вот Икс-пятый. Каен, наверное, тогда только входил. Только на российских дорогах. Сейчас-то я вообще Каенов этих не вижу. Куда они все пропали? Сгнили, что ли? Их, блядь, миллионы ездили. Да не, наверное, он какой-нибудь... Ой, ебать, Кадиллак белый. Вон мой стыд. Ну, в принципе, неплохая новость. Он упрал твоего ребенка, но, походу, подогнал тебе крутую тачку. Так. Ну, это, блядь, машины рыцаря дорог. Они все одинаковые. Вот в левом льду все тачки одинаковые. Значит, вот этот белый Кадиллак Эскалейд, это... Ой, блядь, вон там еще какая-то коричневая. Нет, и не Кадиллак. Вот это коричневая херня, которую они выгуливали. Которая два года тут стоит. И что это такое? И это... Какая-то... Ну, размер колес мне нравится. Что-то по сравнению с машиной. Главный герой какой-то Хоббит. Это очень здоровая легковуха какая-то, блядь. Ну, кто б сомневался. Давай еще попикаем. Мы ж тупые. Надо отыгрывать роль. Вот это корыто. Нихуя бардак такой здоровый в тачке. Там кирпичи возить можно. Ищет, ищет подсказанку. Я думаю, что сверху она где-то должна быть. Под вот этим солнцезащитным... А, нет, смотри-ка. Что это такое, навигатор? До места назначения 4 мили. Выезжайте с парковки и поверните направо. Как он все продумал. А есть варианты не ехать? Ох, машина-зверь. А если, блядь, он украл бы машину у чувака, который... Украл ребенка у человека, который не умеет водить машину. Какие у того были бы шансы? Блядь, вот... Сейчас, надо вспомнить, как там сцепление. Первое. Сцепление второе. На самом деле, для этой машины... Сейчас было хорошо видно, что для этой тачки там слишком узко. Поэтому она делает такие, блядь, широкие повороты. Резкие, вернее. Держитесь правой стороны. На первой разведке верните. Что-то не похоже было, что здесь можно направо поворачивать. Ну да ладно. А не много ли ты пиздишь, китайская хуйня? Выезжайте на шоссе и попытайтесь проехать по встречной полосе. Если заберетесь на место, то вы проиграли. Да ладно. Я смогу. Я сделаю что угодно, чтобы спасти сына. Нихуя ж не видно. Я не хочу умирать. Только не здесь, не так. Возьми себя в руки, ебаная тряпка. Если получится, я получу буквы для головоломки. Это единственный способ. Дороги назад нет. Да. Тут есть подушка безопасности. Я должен сделать это ради Шона. У меня нет выбора. Коробку в спорт не забудь перевести. А как, блядь, кто за ним наблюдает? Как они узнают? По навигатору, что навигатор запрограммирован? Ну ебать! Чё надо-то, ебаный в рот? О, блядь. Надо было вправо уйти, да? Смогу, смогу. Ебаться, сраться. Блядь. Лево-право, лево-право. Я двигаю этот джойстик. Я двигаю лево-право. Блядь. А говорят, геймплей нет. Охуяный геймплей, блядь. Геймплей просто жжёт. Блядь, как я. Ой, блядь. Таджики, таджики, узбеки нахуй. Дави их в пизду, хуй с ними. Новые, новые из Мексики приедут. А это что, манекен? Ой, блядь. Я мне, блядь, страшно уже, ебать, пизду, зафейлить. А я думаю, что если я зафейлю, он с первого раза-то не сдохнет. Не может такого быть хардкора. Это же, блядь, не Дарк Соулс. И не Вар Тандер. Тут ланшотов, думаю, нет. Хе-хе. О, лихо я его шуганул. О, пиздец. Ну, я в Need for Speed'е надрочился уже. Надрочился от погони уходить. Чё-то у нас машину, блядь, колбасит. Мне кажется, у нас колесо заднее левое разбалансировано. О, блядь. Хуяк. Хе-хе-хе-хе-хе. Блядь, я выруливаю вообще как божий. Ой, пиздец. Винок ему потом приступил. Да ладно, как они так быстро-то? Твою мать. Не может такого быть. Только не негр грусти, блядь. Он меня преследует. И хули, я уже лечу. Нахер мне рулём-то крутить. Надо съёбывать, чувак. Нажми на экран. Нажми на экран. Блядь, игра в стиле фильмов пила всё-таки. Л-1. А, всё, кверх ногами? Вообще заебись. А, бардачок закрыт был? А взломать мы не догадались. Надо какой догадаешься, что надо GPS-ку разломать. Пидораска. Да, ёбаный в рот. Чувак, мы сейчас сгорим тут нахуй. Не тупи. Заживо в пизду сгорим, чувак. Сам хоть подбери, сам хоть подбери. Хватит с меня, я больше не хочу ничего нажимать на перегонки. Вали, выёбывай с машины, блядь. Ёбаный в рот, хватит. Хватит, блядь, заставлять меня трясти эти джойстики. Ну ты и гомункул, блядь. Ты можешь быстрее вылуп... Рождаться, блядь. Чувак. Ёбаный в рот, я не хочу перепроходить ничего. О. О. У тебя, блядь, мощные ноги. Ты не забыл там нашу подсказоньку, за которую мы тут бились, блядь? 20 минут. Блядь, это было реально... Это реально напрягло. Заставило сжаться мои булки. Вот эти, блядь, кнопки на время. Это моё слабое место. Вот они у меня хуёло получаются. Во всех играх. Надеюсь, он не скажет, чтобы я на той же тачке ездил. Как можно просчитать количество, блядь, осадков? То есть, высчитать, сколько времени есть там. А если, блядь, ливанёт посильнее? 5 РЕТ. Стрит. 5 АВЕНЮ. Да, вот вся классная тачка. Охеренная игра. Вот прям, блядь, как пила. Только фильмы пилата в говно скатились. А игра ещё и с тех времён, когда делали годноту, походу, сценарную. Вообще отлично. Просто отлично вообще. Сука, я доволен. Это, наверное, первая, блядь, игра на PlayStation, которая порадовала. И то она, сука, с третьей плойки. Фу. Ой, снова эта, миссис Писис. Которая мечтает, чтобы четыре мужика её изнасиловали. Вы получили доступ к новой награде. Кросс-Роад. Мотл. Мотель на перекрёстке, наверное, да? Ой, она на мотике ездит? Ничего себе. Ещё и мотик сзади без этого. Смотрите. А, нет. Он просто... Я думал, без крыла. Едет на жопу, себе воду бьёт. Сука, мотик у неё серьёзный, блядь. Вообще не бабский, нихуя ни разу. Каратель на таком ездил. Когда я в Лундранд играл. Ай, кареглазая айгюль. Хоя там значки такие. Нет оружия, нет ещё чего. Ой, жопа у неё, конечно, вообще в порядке. Да у неё вообще, в принципе, всё в порядке. Самое лучшее мы уже, в принципе, видели. Ладно, я думаю, что... Блядь, нет, но жопа у неё прям вообще... В джинсах она ещё лучше. Правильно играть. Грамотные джинсы не должны жопу подтягивать. Короче, продолжение следует. Все дела. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Блядь, по-моему, это офигенно.